На автодорогах мы часто можем увидеть пожарные машины, которые двигаются с проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Именно в этих случаях от скорости их прибытия на место вызова зависят жизни и здоровье людей. Однако не все автомобилисты пропускают пожарные машины. Мы решили проверить, как обстоят с этим дела в Губкинском. Сотрудники госавтоинспекции Губкинского провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Маяк». На улицы города выехал автомобиль МЧС и патрульные автомобили ДПС. Объезд совершали по всему городу. Главная задача – профилактика ДТП с участием специализированных транспортных средств экстренных служб. Основной задачей мероприятия является выявление водителей транспортных средств, которые не предоставляют преимущества в движении специализированному автомобилю с нанесенными цветографическими схемами, включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Пожарная машина во время профилактического мероприятия двигалась в потоке автомашин. Во время движения сотрудники госавтоинспекции отслеживали, пропускают ли водители спецтранспорт. Все водители уважают пожарную машину, останавливаются, видно, что пропускают. Если даже у кого-то не получается, прижимаются к обочине, включают аварийку. Все как положено делают. Ну, по сути работы, когда ездишь уже на вызов, ты не знаешь, что там у тебя есть, это ложный вызов или пожар. Люди тоже стараются пропускать, уважают. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, если водитель не уступил дорогу спецавтотранспорту, ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года. В ходе этого рейда нарушителей не выявили. Сабина Лемарова, Олег Короткевич, Новости Губкинского. Субтитры создавал DimaTorzok